Побывать в тундре, не выезжая из Карачаева-Черкесии, чтобы узнать, насколько это реально, и, конечно, показать вам этот сказочный лес и рассказать любопытные факты, связанные с этой местностью, съемочная группа Вестей отправилась в путь. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Вот и солнышко заглянуло в этот тенистый сказочный лес, где царит папоротник. В Гуначхирском ущелье есть загадочное место, где остаточное формирование горного рельефа образовали интересный ландшафт. В связи с последними сильными землетрясениями, особенно известные землетрясениями 1802 года, но эти камни, конечно, сверху обвалились гораздо раньше, примерно в середине 15 века. И сорвавшись вниз, эти огромные камни формировали своеобразные лабиринты, а климат здесь напоминает тундру и связан на это с особенностями этой местности. Впереди по солнцу у нас гора Буульген закрывает лучи солнца вот в это место. Особенно в зимнее время сюда даже лучик не попадает. Прямой луч не попадает. То есть зенит солнца настолько низок, что гора перекрывает. Из-за сырости, недостаточного количества солнца и наличия рядом реки образовалась здесь растительность, характерная для тундры. И можно увидеть в этом лесу мох норвежский, еловидный и обыкновенный. Ступаешь по земле, ощущение, как идешь по мягкому ковру. А образовался он из густой растительности. Еще одна интересная особенность здесь. Чувствуется какой-то странный и непонятный холодок. Прохладно, да? А здесь прохладнее. Туда дальше прохладнее, прохладнее. Опять-таки разломы вещей мерзоты здесь недалеко под нами. Часть дороги по лабиринту мы уже прошли, но чтобы преодолеть весь этот путь, местами надо идти через сквозные пещеры. На улице жарко, здесь очень даже прохладно, свежо. А чтобы подняться, тут, видите, уже держаться замок, чтобы не остаться там. Какое-то царство волшебное. Наблюдая этот необыкновенный ландшафт, различные растения, мы продолжаем свой путь. Ведь интересно и любопытно пройти его до конца. И вот впереди еще одна пещера. Она просторнее предыдущей. Еще с советских времен Альбек Аджиев работал в бюро путешествий и экскурсии. И оказывается, раньше туристы, идущие по 43-му маршруту через горы к морю, останавливались здесь на ночлег. Далее, как на перине, плюс спальники сверху. Да, тут уже такая романтика была. По пути в лесу нам встречались грибы, маховик, а вот и лисички. Далее направляемся за нашим гином Альбеком Аджиевым, жителем Сибирды. Без него здесь легко заблудиться. Вы местные называете это место? Я называю из-за сказочности так, Бериндеевка. Наше небольшое путешествие в сказочный лес длилось не более 15 минут. Но впечатления останутся надолго. Ала Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Гуначхирское ущелье.